Очень нужная вещь, поверьте мне, пожалуйста. Понадобится пленочка, ну как обычно все. Пленочка, распечатки, ножи, линейки, ножницы и основа. Три белые гладкие, можно не белые, вообще цвет, честно говоря, разницы вообще не копирает. Может быть и голубая, и коричневая, любая. Главное, чтобы она была гладкая. Это моющаяся плитка, я повторяюсь, это необычная плитка, потолочная, моющаяся обязательно, потому что она очень плотная, с ней очень легко работать, ее очень легко резать, но единственное, если вы не переносите звук режущего, вот такого скрежетающего просто, то немножко будет сложновато, сложновато нырется. Теперь я также открываюсь, компьютер свой немножко поднимаю. Давайте продолжаем. Да, смотрите, если вы научились делать лэпбук сказки, да, все, считайте, вы просто, все, вы профессионал. Если у вас все получилось, если вы его, если вам удалось его собрать без каких-то там проблем, вы можете спокойно сказать, что я умею делать лэпбук, потому что это самый сложный, самый такой наполненный, очень много игр, очень много заданий. И, еще раз говорю, да, если вы сделали этот лэпбук сами, вы можете считать себя профессионалом. То же самое, пленка самоклеющаяся. Ложим на стол, работаете на поверхности. И начинаете стыковать модули. Всего нужно будет три модуля. Упорчик не забывайте. Хвостики сразу убираем. Такой цвет, знаете, синий. Цвет изоленты. Прям так наполнял мне. Хвостики убираем сразу. Потом убрать не получится. Так. Аналогично с третьим модулем. Упорчик выставляем. Для тех, кто только к нам присеет. Могут у вас служить элементы от конструктора Lego. То же самое. Основная основа. Вот такой вопрос тоже будет. Вот так вот она будет собираться. Вы можете сделать основу из картона. Гофрокартон. Но имейте ввиду. Если вы сделаете основу из гофрокартона, то при высыхании у вас вот эта ребристость уже хребна. Это не страшно, конечно. Но все-таки хочется же. Хладенько было. Клей наносим умеренно и обильно. Распределяем равномерно по заготовке. По основе. Клей используем титан. Можете использовать клей-карандаш. Но повторяю. Если используете клей-карандаш, то он очень быстро рассыхается. Еще у вас может смутить один момент. Когда вы проклеите все клеем, всю заготовку, да, всеми распечатками, у вас могут появиться выбери такие. Не бойтесь. Это когда все высохнет. Просто при промокании бумага, она расширяется. А когда она высыхает, она обратно принимает свою форму. Никаких волдырей у вас не будет. Единственное, пузырики могут остаться там, где вы не промазали. Вот там, да, может остаться пузырики. Поэтому нужно обязательно, равномерно распределять клей по основе. Это обязательно. Мы начинаем делать уже внутреннюю сторону. Немножко организовывается. Почему я взяла мастер-пласс именно по России, да, потому что там есть объемные элементы. Очень хочу показать, как это делать. То же самое все. Время не застекли, кстати, да, когда начали. Хотела просто посмотреть, сколько уйдет времени на проклейку. Серединка вот такая. С символикой. И с рассказом с небольшим, который вы сможете прочитать своим воспитанникам. Как видите, да, начали делать совершенно с нуля. Я еще подумала, надо зацепить время, сколько у меня внутреннюю наклейку. Но забыла. Равномерно очень распределяете. Золотое кольцо здесь. Да, но синие цветы совсем, конечно, не красивее. Вообще не подходят красные и вообще идеально. Дальше, давайте. Капочка у вас будет складываться. Сейчас покажу, в каком порядке. В порядке. Обязательно равномерно. Так, и еще один раз модуль остался. Это серединка. В общем-то, вот в описании. В общем-то, вот в общем-то, вот в общем-то. Угу. Сейчас кое-что увидите. Хвостик, видите, не дорезанный. Придется дорезать ножницами. Потому что в серединке у меня пленка уже склеилась. Ножом я никак не смогу убрать. Вот у нас такая, получается, папочка. Сейчас мы будем ее начинять. Закрываться она будет у вас вот так. Вот так. Так, давайте приступаем. Элементы, да. Смотрите, гин. У вас складывается. Видите. Вот так. Нормошка. Мы его фиксируем вот сюда. Я буду фиксировать на двусторонний скотч. Вы можете фиксировать либо на клей, либо тоже на двусторонний скотч. Но двусторонний скотч, конечно, очень люблю. Все. Приклеили. Вот он у вас вот так будет работать. Вообще, в идеале, конечно, сюда поместить диски с гином. Потому что дети наши сюда еще не умеют. Но я хочу, чтобы он был, да. Поэтому пусть он все-таки был. Далее флаг. Смотрите, он у вас будет объемный. Помните, мы нагнетали объем на кармашке, да. То же самое. Вырезаете. Устанавливаете в нескольких местах точечно, да. Сейчас я это продемонстрирую. Ваш флаг. Наклеиваете. Сейчас я покажу. Вот у нас скотч. Окей. И за счет этого он получается такой объемненький флаг. 3D. Далее у вас будут вот такие ветки. Вырезаете. Можете вырезать еще аккуратнее. Я торопилась, поэтому у меня так очень. То же самое. Точечно фиксируете. Скотч. И еще куда-то одну. Вот так. Чем больше точек у вас, да, тем лучше, конечно же. Я вам показываю, собственно, технологию. И фиксируете так же. Такие. Далее у нас есть книжки здесь. Это про президента. Вот она книжка. Я собрала ее тоже уже в книжку. Наклей. Да, у нас презентация. Это сделано на пружилке. Но чтобы вас не смущать, я собрала все на клей. И вот сейчас титульную страничку так же зафиксирую на клей. Эту книжку мы фиксируем в блок «Наш президент». Вот сюда. Сейчас тоже продемонстрируем. Что сюда входит в эту книжку. Президент. Кто это? Что президенту запрещается? Кто платит президенту за плату? Может ли президент командовать солдатами? И там еще разные интересные вопросы. Так же промазываете, клеем все. И фиксируете. Ахахах. Видно ведь? Вот сюда. Сейчас. Вот такая книжка у вас. Я пока не буду открывать. У меня первая страничка только проклеена. И давайте дальше. Дальше у нас будет книжка про столицу. Книжка про Москву. Здесь примечательность. То же самое. Промазываете клеем. И фиксируете блок столицы нашей Родины. Вот так получается. Уже организовывается данное способие. Далее поехали. Книжка. Золотое кольцо. Вот здесь. Так хорошо приклеилось, что даже уже стрелец не открывается. Вот эта книжка. То же самое. Приклеиваю стеклянью страничку. Точно так же наклеиваю. Промазываю клеем. Фиксирую вот здесь. Не буду поднимать. Она очень тяжелая. Она у меня сейчас просто отвалится. Сейчас она схватится. Потом покажу. Дальше. У вас будет вот такой кармашек. Вот такой крючок. Его нужно будет приклеить вот сюда. Прошу прощения. Что-то у меня сегодня делалось. Вот. То же самое, да? Делаем кармашек объемный. Если скотча нет, можно это все сделать на клей. Только очень важно, чтобы клей был титан, не какой-то другой. Потому что этот клей, он и не предназначен, чтобы он работал. Чтобы он полисцировал. Вот так. И элементы. Это элементы вот отсюда. От этой книжки. Я их тоже фиксирую здесь. Давайте посмотрим. У нас уже так вот. Очень красиво все. Вот так. И еще один блок у нас остался, да? Это вот Золотое кольцо разъемки. То же самое книжка. Городанюк. И вот. Такая дорожка. Сильно отсвечивает. Неправильно меня сегодня осветили. Ну ладно. То же самое. Книжку собираете на клей. Промазываете. И фиксируете вот сюда. Пока тоже не буду поднимать. Иначе она у меня тоже съедет просто. Да? Давайте теперь. Смотрите. В России есть вот такие. Пособия имею ввиду в лутбуке. В России есть такие матрешки, да? Изначально. Изначально мы планировали сделать вот такие математические карточки. Но, как оказалось, это очень тяжело вырезать просто, да? Девчонка, вот они пишут. Мы не хотим этого делать. Давайте что-нибудь другое придумаем. Мы придумали вот такую штуку. Это, знаете, что-то. Шнуровка. Как сделать? Сейчас попробую демонстрировать. Вот матрешек, если вы будете делать именно шнуровки, нужно будет распечатывать на плотной бумаге. Либо наклеивать на картон. Усиливать, да? Дополнительно. Известная штука. Дыроков, он даже мне так поскрипывает. Очень взял. Пал. Проделываете дырочки. И вдеваете шнурочек. Сейчас покажу. Он даже, как работает. Куда они крепятся, тоже сейчас. Шнуровки, конечно, намного проще делать. Поэтому настоятельно рекомендую все-таки вместо математического пазла сделать шнуровки. Ох, у меня какой-то шнуровки. Сейчас у меня спрячу. Вот такая шнуровочка должна получиться. Вот такая. Всего их там 5 штук. Куда мы их крепим? Смотрим. Это разворот. Вот получается. У вас вот такая папочка, да? Вы же их закрываете. Получается, вот здесь свободное место. Вот сюда мы и устанавливаем объемный кармашек. Опять же. Потому что если мы сделаем какой-то другой, просто матрешки не влезут. Если они не влезут. Плохо будет, если они не влезут. Пусть лучше влезут. Мне нужно будет еще сделать отремный скотч немножко. Нет, этот не подойдет. Он уже лучше. Так, как делаем объемный кармашек. Кстати, кто не видел. Берем кусочек плиточки. Наносим двусторонний скотч на одну сторону. И на другую. Получается красивый, белый, объемный скотч. Все. Ножки вырезали по контуру. Сделали объемный карман. Для наших матрешек. Кармашек фиксируйте примерно где-то в нижней части. Вот так. И вы трюшки свои вымещаете. Вот так. Капочки открываете. Можете здесь сделать дырочку. Но если здесь делаете дырочку, вам тогда и здесь нужно будет делать дырочку, чтобы венточкой это все привязать. А вообще в идеале, в приотическом уголке, вот такой лотбук должен стоять вот так. Это если только вы куда-то соберетесь на какую-нибудь выставку. Вот такая папочка получается. Ваши вопросы по этим джумпособиям. Так, смотрите, брошюровать. Во-первых, если вы будете брошюровать потолочную плитку, то она просто не войдет в брошюратор. Это во-первых. Во-вторых, если вы будете использовать, например, какой-то тонкий пластик, то можно. Или гофрированный картон. Такую плитку брошюровать просто не удается. Подождите, подождите. Я не могу пока следить. Так, да, Маэстро Экстра тоже можно использовать в бумагу. Вот у кого просто бюджет не позволяет, тот может взять в бумагу для черчения обычную. Дальше. Не каждый принтер ее возьмет. Эпсон точно возьмет. Скотч обязательно вспененный. Руки чешутся, идея представить. Здорово. Так. Как сделать на пружинке? Так точно так же. Просто вы не проклеиваете полосками. Но честно вам скажу, вот так. Видите? Я вам лучше покажу. Вот смотрите. Вот на пружинке, да? Вот как вы говорите. Честно, такое пособие мне не нравится. Да? Мне такое не нравится на пружинке. Потому что его, оно знаете, такое какое-то не детское получается. Оно больше какое-то получается презентационное. Вот мое личное мнение. Вот когда делаешь на мягком материале, да, с плиточкой, с пленочкой, это такое все толстенькое получается, такое все красивенькое, такое, прямо, знаете, трогать хочется ми-ми-ми. А вот это, у меня даже ребенок вот это в руки не берет, не берет, не хочет играть. Дальше. Так, дальше поехали. Наклейте там. Наклейте там. Что это за вопрос? Что-то я не вижу. Да, клейте там. Отвечу так. Скотч для объема для кармашков вспененный двусторонний. Да. Только вспененный, только двусторонний. Какую пружину лучше использовать на сколько листов? Диаметр, наверное, у вас в пружинке должен быть 15 миллиметров. Это 50-60 листов. Самую маленькую хватит. Самая маленькая это 30-40 листов. Доборы, да, на самую маленькую. Делайте наклей, не заморачивайтесь высоте. Не заморачивайтесь, делайте наклей.